Девушки отдыхают Своей рукой пытаться мою голову поднять и зацепить Детячий страх Я все життя дуже боюсь змей Це в мене найстрашніше, мабуть, і висоти Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все это признают, даже те же японцы У него такой целеустремленный, жесткий взгляд Хотя вот по жизни посмотрите, у него взгляд мягкий А на татаме она меняется Родители всегда рядом И просто, ну, это невозможно расслабиться Даже где отвернулась мама, там смотрит папа А где отвернулся папа, там смотрит мама Каждое движение, каждый миллиметр, они с Дашей Дочка, я как бы точно не прислал, что это будет дзюдо Когда она была маленькая, видно было, что у нее уже в детстве такой очень характер Очень такой неспокойная, такая была она буйная Многие детки игрались, она больше турник, уже в маленьком возрасте уже был такой рукоход Она за прогулку очень много раз туда-обратно лазила по рукоходу Четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь Ну, родители же ее изначально про дзюдо не думали, да? Отдали ее на художественную гимнастику Ну, папа был вообще категорически против Потому что сам прошел же этот путь И работа очень тяжелая И вид спорта, и травмоопасный Он, естественно, не хотел, чтобы это все коснулось дочки Я почему не хотела, ну, наверное, тоже из этих же соображений мечтала, что будет гимнасткой Нее, батьки не хотели, и тата був сильно против, потому что он через все пройшел Він знает, какой это важкий шлях, профессиональный спорт Спочатку, даже первые два года, б тату не ходил на змагания, когда я выступала Он просто боялся дивиться на это, но уже потом все как-то закрутилось, втянулося И зараз вся семья живет этим спортом Для нас тоже тяжело это Вообще, я думаю, что это хорошо, потому что, ну, она такой человек Она не похожа ни на кого, она, вот она такая Я могу сказать, что я ведрезняюсь от всех педлитков Я могу сказать, что я ведрезняюсь от всех педлитков Про шкильный век еще, когда у всех были отношения, первое кохание Я была на тренировании в этот час, мне было не до этого Но я не жалую про это, потому что жизнь долгая и дзюдо — это только короткая часть моего жизни Я хочу видать максимум свой в той сфере спочатку, а потом уже все інше Меньше свободного времени, меньше того времени, которое она может уделять, чему она, например, хочет Я хочу, например, съезд и два часа посмотреть телевизор Ну, то есть я это могу себе позволить, но я думаю, что Даша не может Ну, может, но все равно это будет упираться в какой-то ее определенный график Конечно, она просто пока не знает другой жизни, я так думаю Что за кадр на дизайн-листе Я думаю, что Д's the公도 Ну, кто не знает steht Коеп impacts Пришло county Шаг Минем И И Дашу я знаю уже, ну так, чтобы мы с ней хорошо и хорошо спілкувалися, дружили уже где-то 3-3 года, а так знаю, ну как она начала давать хорошие результаты, а так все про ней дизналися в сбернину. И это дочь тренера, как бы, и про нее должна не узнать. Серьезная, закрытая, неразговорчивая, максимально отдаленная. Она мало с кем как бы общается, и она такая закрытая. Пришла на тренировку, потренировалась, ушла. Более серьезная, да. У меня нет такой дружбы. По-перше, у меня нет времени, чтобы дружить на тренировках. Мы общаемся, конечно, у меня тут есть друзья, но можно сказать, что мы общаемся только на сборах, на тренировках. Мне тоже повезло, что мои батьки весь час разом со мной. Я думаю, если бы не они звучали, я думаю, я бы себя чувствовала действительно самой. Она к себе вообще очень жесткая, очень-очень жесткая. Нам в некоторых моментах приходится ее останавливать. Например, там чуть ли не сила, говорит, это нельзя, это нельзя. С физической нагрузкой она там себя может не жалеть, может работать вообще на максимум. Важно там сберечь ее. Есть время, когда нагрузка, а есть время отдыха. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, тут даже дело не в жалости. Тут, наверное, нет этого чувства. Тут именно очень сильное переживание, чтобы она там, естественно, не травмировалась, не заболела. То есть это такие переживания, знаете, как материнские, что я там понимаю, что она о чем-то мечтает, что что-то может выбить ее из колеи. Это не жалость, это вот такая тревожность, чувство тревоги вот постоянное. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Кто не понимает, это не просто труд. Тем более для девочки это большой труд. Вот когда тяжело, надо вовремя поддержать. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Тренируются миллионы, чемпион становится один. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Если для меня футбол это просто поиграть в футбол, разогреться и повеселиться. А Даша именно конкретно прет, как танк. Да, у нее есть это качество такое, оно очень такое своеобразное, скажем так. Я ведь тоже боролся там много лет, там три олимпийских цикла. У меня такого лично не было. Но я расстраивался там, но как-то так по-другому была. Она это воспринимает очень тяжело. Плохая погода, хорошая. Она уверена, идет вперед. Но она не может позволить кому-то обогнать себя. Это не про Дашу. Профессиональный спорт ты почти себя убиваешь на тренировках. Ты себя не жалеешь, делаешь все до конца, все для победы. Я слышала, что одна девочка говорила, что Даша у нас из другого теста сделано. На самом деле это все другое тесто сделано из того, что Даша после тренировки остается, и одна единственная уходит в последнее зало. И это же не на протяжении там одной тренировки. Это должно быть каждый день. Это должен быть образ жизни. Любое даже на поражение воспринималось ей очень-очень тяжело. Витчий бывает, но можно сказать, что это витчий стимулюет меня. Например, где что-то не пошло, это означает, что нужно что-то изменить, что-то передавить, что-то изменить тактику. Треба весь час намагаться стати кращей. Я вот старался там и родителей успокоить, и Дашу немножечко успокоить, что не упадешь, не поднимешься. Это не всем дано это качество, стремление только к победе. Но главный враг, я думаю, это самая моя голова. Ты можешь быть очень сильным, чем всех кидать на тренировках. А вот бывают такие ситуации, ты выходишь на соревнованиях, и ты ничего не можешь сделать, потому что твоя голова отключается. А если она холодная, если она думает в правильном уровне, то я могу победить, кого угодно. В украинском спорте дзюдо звезда. Даша владеет двукратная чемпионка мира. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 И, наверное, первый день, ну, там, слезы, гордость такая, ну, осознание пришло уже вот на следующий день, то, что она сделала. Я проснулась и говорю, Даша, что ты вообще сделала? С детства эта мечта у нее. Штат-Олимпийская чемпионка. Ещё было, наверное, лет там, ну, 12. Наша цель – вывести ее максимально на пик формы, подготовить ее правильно, это очень важно. Я не Даша, я не могу знать, какие в ней цели, но мы все думаем, что это Олимпийские игры, Токео 2020, и, конечно, золото, первое место. Нам бы всем хотелось, чтобы она выиграла. Они называют тебя удавом? Ана-Кондо. Ана-Кондо. Ана-Кондо? Ана-Кондо? Наверное, она любит удушающую. Переворот называется санкаку. Он делается вокруг шеи и руки, оплетаешь ногами и завязываешь узел. Переворот, и сразу идет удушающий. Ну, естественно, свои длинные ноги, когда оббивают, они, поэтому так ее и прозвали, Ана-Кондо. Ну, она это делает очень красиво, очень быстро, очень эффектно так. Ана-Кондо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok